Сильные женщины. Всем привет. Сильные женщины, привет. Да, привет, сильные женщины. Вы ждали, вы думали, почему вы несчастны, почему так тяжело вам быть сильными. Сегодня мы с Алексеем Красиковым и с Викторией Саевой поговорим о сильных и независимых женщинах или женщинах с яйцами. В твоих постах я почувствовала какой-то сарказм. Как-то ты недолюбливаешь сильных женщин. Давай дадим определение, вот такой психологический портрет нарисуем. Кто такая сильная женщина? Почему это сейчас стало почти ругательством? Я не думаю, что есть какой-то портрет сильной женщины. Я думаю, что есть причины, которые приводят тех или иных женщин к определенному виду поведения. Сегодня мы поговорим о причинах следственных связей, потому что я люблю поглубже, как ты знаешь. Ты согласен, что Россия это в принципе страна сильных женщин? Ну, я думаю, что у меня нет статистики, на которые я могу опираться. У нас есть только некоторое ощущение. По ощущениям, вот ты забегаешь прям сразу вперед, есть предпосылки, которые ведут к отсутствию выбора у многих женщин, где им приходится становиться такими, какие они являются. Ну, знаешь, сейчас все тренеры лоббируют такую тему, что во всем виновата баба. И то, что твой мужик ленивый и жирный лежит на диване, пьет, не работает, виновата ты. Ты его довела, ты была сильная, ты была с яйцами, ты его своим поведением задавила, задавила его мужскую волю, бедные яичонки его не выдержали, эго его не выдержало. И он говорит, я умываю руки. Давай дадим определение. Вот твое определение. Кто такой вот твой портрет читательницы, да? Ну, понимаешь, у меня есть истинное определение и то, что мы называем сильной женщиной. Вот для меня настоящая сильная женщина – это женщина, которая, попадя в очень какую-то жесткую ситуацию, это ситуация жизни и смерти меня, моих близких, онкология, очень большие проблемы со здоровьем. Попадя в эту ситуацию, она сказала, нет, соплей я сейчас пускать не буду, разрулим. Все, и она идет и разруливает. А то, что большинство женщин зовут, я сильная женщина, это может быть напряженная женщина, которая напрягается по любому поводу, переживает по любому поводу, делает вот такую вот трагедию из ничего. Мой муж пьет, ну, брось, я не могу, брось, я люблю, я сильная женщина, я тащу эту тушку, пьяну на себе, да? То есть это не сильная женщина, это не очень умная женщина, это женщина-страдалец, это женщина напряженная, женщина-невротичка, твой профиль. Вот это вот сейчас обычно называют сильными женщинами. Ну я там за него выплачиваю кредит, а нафига ты? Ну ты же мой мужчина, я сильная женщина. Ты что-то тупишь, походу. Да, ты рассказываешь более социологическую такую историю. Для меня, как для психолога-консультанта, практикующего, сильная независимая женщина – это та, которая не дает мужчинам возможности либо стать ведущим, либо вообще не дает возможности появиться мужчине в своей жизни. Потому что на это есть определенная психологическая подоплека. Какая? И вот об этом я хотел как раз поговорить. Потому что правильное понимание сильной независимой женщины – это женщина с комплексом или с серьезными определенными аспектами и убеждениями, которые ей мешают, она знает, что она сама выбирает думать и вести себя так, что она изолирует себя от той самой, как ты говоришь, слабой и так далее. И она начинает обосновывать псевдоистории про мужиков, про страну, про то, что я сама, сама. Хотя на самом деле, если разбирать детально, она сама своими паттернами, поведениями делает так, что от нее либо мужики убегают, либо даже не подходят. Она даже этого не замечает. Она сама выбирает так жить. Вот, например, давай возьмем двух героинь наших знаменитых российских режиссеров. Вот один фильм «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Вот давай разберем. Вот героиня «Москва слезам не верит» – она сильная и независимая женщина? Да. А с моей точки зрения нет. Нет. Потому что героиня «Москва слезам не верит» была обычной девочкой, которая влюбилась в этого долбоеба, который, значит, кончил, как обычно это бывает, зачем сдерживаться, да, и как бы попрощался. И ситуация вынудила ее взять себя в руки с ребенком на руках, да, одной, пройти через определенные пути, достичь должности директора завода, где она стала уже состоявшейся женщиной-руководителем. Вот она вот берет, одевает голубой берет, тельняшку и фигачит вперед, потому что она приехала в этот город, у нее нету никого, от нее все отвернулись, она сама, сама и сама и сама. Не потому что у нее есть комплексы, потому что у нее есть невроз, а потому что, простите, гречка с камнями до конца месяца, как бы зубы вылетают последние, да, а денег нет на зубы, и надо что-то делать. Это одна женщина. Имеет ли женщина право на такую вот форму агрессивного покорения или там агрессивного завоевания рынка или еще что-то? Имеет. Почему над этим надо стебаться? Это одна категория. А есть другая категория, где у девушки есть определенный страх, например, что ее бросят. Страх, что она откроется и туда плюнут. Это всегда история с отцом, да. Страх, что она доверится, откроется, и там вот этот страх не позволяет открыться и довериться. Она говорит, я сама. Или вот этот сверхконтроль. Или она выбирает бессознательно, исходя из таких страхов, довериться, открыться. Или был опыт, где она сердце, как она говорит, открыла, а ей туда, и опа, и она закрылась окончательно. И тогда эта женщина выбирает новую стратегию поведения. Она говорит, хрена с два, кто туда пробьется, мне это вообще не надо. И начинает вести себя достаточно надменно и сильно, не потому, что она такая, а потому, что это защитные психологические механизмы. Это ее маски. Это ее маски, через которые никто не пробьется. Потому что это либо должен быть мужчина настолько сильный, чтобы эту, вот как Анатолий Ефремович, настолько психологически сильный и нордически стойкий, чтобы это... Вот помнишь, как Анатолий Ефремович? Он же наверняка не за два дня это делал. Он же делал это системно, поступательно, с юмором, закрывая глаза на какие-то вещи. Вот поэтому давай разберем второй случай. Давай. И вот это вот как раз очень важно понимать, что вы должны, если твои подписчицы, читательницы, наши зрительницы хотят и видят себя, что они не пускают в свою жизнь мужчин, они выбирают, выбирать, например, слабых мужчин. Например, очень часто под такими защитными механизмами они выбирают бессознательно тех, кто не причинит боль. Или тех, кого не могут контролировать. А потом она удивляется, что он бухает. Потому что он сидит на поводке. Потому что она сама его в рог закрутила, сама ему сказала, куда идти, что делать. Он чувствует себя подавленным, он чувствует себя вот таким вот как бы под каблуком, а она потом еще жалуется. Я говорю, а почему ты не можешь выбрать других мужчин? И начинается самое интересное терапевтическое дело, в конце которого она приходит к выводу, то, что если бы она выбрала сильного мужчину, у нее бы не получилось его закрутить, не получилось бы им управлять, и что было бы? И это было бы для нее небезопасно. Потому что ее могут обидеть, бросить. Тогда он закрутит ее. Да. И это всегда к возврату опять о том, что же было в вашей родительской семье. Либо какая-то модель, либо какой-то тиран-отец, либо какой-то отец, которого не хватило, либо отец, который ушел, причинил боль. Либо такой же слабый отец, который, в общем-то, не заставлял проблем, мама рулила. Да, это копинг поведения паттерна семейного. То есть там тоже есть разные варианты, но я хочу просто объяснить, что не надо всех женщин, которые достигли какого-то успеха, подталкивать под мем 40 кошек и так далее. То есть есть действительно защитные механизмы. Она сама говорит, я бы с радостью, но я не умею. Им дорога к психотерапевту. А есть те, которые говорят, у меня просто выбора не было, я просто стала директором бензоколонки. А вот давай, вот это интересный вопрос. А не было ли выбора? Потому что все психотерапевты, я думаю, это не исключение, говорят, мы несем ответственность за свою жизнь. И даже если ты оказалась в каких-то очень тяжелых жизненных обстоятельствах, типа я одна там воспитываю ребенка, ты же в них оказалась, ну не просто проснулась, ты себя в них привела сама. Ты сама выбрала такого мужчину, который сольется, там такого мужчину, который там слиняет еще что-то. И тут очень важный вопрос. Откуда в России вот такой вот синдром любви к лузерам? Ведь во всем цивилизованном мире абсолютно нормально считается ситуация, где женщина хочет мужчину успешного, красивого, здорового, там все супер. Ну это нормально, да? И только в России безработный алкоголик, там с каким-то дряблым брюшком, может пользоваться бешеным успехом у женщин, и женщина может очень держаться за эти отношения, и очень бояться потерять такого мужчину, хотя он лежит на диване, он нихрена не делает, он не приносит денег, он не вносит никакого вклада там, как отец. Но она над ним трясется, как я не знаю над чем, откуда это вот, что это такое? Объяснить? Да. В психиатрии это называется синдром жены-алкоголика. У нас традиционно страна очень невротизирована. Их воспитали так, где им вменили чувство вины. И вот с этим вмененным чувством вины, вырастая, а если еще был паттерн поведения в детстве, в родительской семье, женщина испытывает вину перед определенным, хроническую такую вину, и смотрит на мир через призму, я должна, иначе я же плохая, я должна. Это и заставляет их тянуть то, что тянется. И вот этот синдром выбора, как ты говоришь, специфических мужчин, где я не могу его бросить, основан на чувстве вины. Как же я его брошу, когда я буду такой плохой? И я должна вот это самообичевание, вот это вот береги, да, тащить, потому что я буду плохой. Потому что у нас очень... Это такая историческая история про чувство вины, про чувство долга, про чувство ответственности. Это неплохо, чувство ответственности, чувство долга. Но когда это перекашивает, мы видим перекошенную женщину, которая вся в неврозах, которая вся в психосоматике, потому что она тащит, а бросить не может, потому что будет считать себя плохой. И вот в терапии мы говорим о том, что мы работаем с чувством вины. А как с ним работать? Люди что-то могут сами для себя сделать в этой ситуации? Ну, сложно сказать, что они могут сделать. Только осознать, что заставляет меня выбирать, продолжать то, что не тянется. Восьмой перелом челюсти, да, она ее вот прощает. Помнишь, мы с тобой как-то это обсуждали. Вечером пришел, пьяный дал в глаз, она сказала, вышла на деревню, сказала, он плохой, я хочу развестись. Потом утром он нарвал нару цветов и подарил букет, да, прости меня. Она говорит, да, ты все-таки хорошая. И так 20 лет уже идет. Второй вариант, то, что она настолько ничтожно имеет о себе самооценку, что она говорит, а кто же меня полюбит, кроме него? Я же дерьмо. Я же ничего себе не представляю. Да, он сытся, бухает и хромой, но он же меня любит. Бьет, значит, любит. Вообще, кто это, кто вам сказал, бьет, значит, любит? Можете мне объяснить кто-нибудь это? Это вообще откуда? Не из БДСМ точно. Да нет, конечно. Это история каких-то вот, я вообще не знаю, откуда это пошло. Откуда это пошло? Бьет, значит, странный. Бьет, значит, надо лечить. Значит, надо на курсы управления гневом. Это дело даже там, нет, если человек в гневе, это одно, а если он бьет девушку и бьет жену, и она интерпретирует это, что он ее любит, но это совсем какая-то клиническая история. Я не знаю. Я просто не знаю, откуда это пошло, откуда они-то подобрались этому. Я не знаю, но знаешь, сейчас, кстати говоря, есть такой устойчивый тренд, мне он очень не нравится, что много популярных тренеров, блогеров, даже психологов, действительно говорят, хорошо, а ты подумала, а почему он у тебя бухой лежит, почему он тебя бьет, а почему он у тебя не работает, почему он тебя так расслабит, потому что ты виновата, ты его избаловала, ты его то-то-сё, ты сама, ты другого мужчину не заслуживаешь, потому что вот ты такая, и он такой. А если ты, значит, сядешь резко, ничего не будешь делать, будешь делать маникюрчики, выбирать платьица, перестанешь принимать решения, скажешь, дорогой, зарабатывай, ты 20 лет не работал, конечно, тебя долгая история алкогольной зависимости, но рынок труда ждет новых грузчиков, зарабатывай, я ухожу с директорской должности, потому что я устала быть сильной женщиной, передаю тебе, так сказать, файл первенства, и очень многие реально сейчас на полном серьезе советуют, да, ты хочешь, чтобы твой мужик поднялся с колен, ты должна умыть руки. Как ты считаешь, это вообще адекватно? Я думаю, что здесь есть рациональное зерно только в одном, что ты в ответственности за тот выбор, который ты делаешь. И если ты выбираешь продолжать тянуть вот всю эту историю, это твой выбор. Другой вопрос, что заставляет тебя продолжать выбирать это, возвращаясь к моему тезису, да, вот выше которой, это чувство вины, тогда работайте с чувством вины. Но они же это называют любовью. Они называют любовью вообще то, что любовью не называется. Они свои проблемы, комплексы, убеждения, привязанности, непроработанности и низкую самооценку называют любовью, чтобы оправдать свою ущербность. И здесь начинается история про то, что если ты не можешь принять решение, тебе плохо, ты понимаешь, что это не то, задай себе вопрос, а что меня тормозит к принятию решений? Например, меня тормозит чувство вины. Если я буду делать так-то, так-то и так-то, я буду плохой. Первый вариант. Второй вариант. А с кем я буду? Третий вариант. Это вопрос неопределённый, вопрос к экзистенциальному такому моменту, связанный с неопределённостью. Когда вот он хоть бухой и там обоссанный, но зато есть какая-то определённость. Это что-то знакомое, это зона комфорта. Это зона, совершенно верно. Но хотя бы понятна перспективка, хоть она и не очень. А вот если я начну принимать решения, меня же ждёт что? Меня же ждёт жизнь. Меня ждёт жизнь. Она же такая разнообразная. Там же всё, что угодно может А там же может всё, что угодно встретиться и этот, и этот, и та страна, и этот город. Это же такой... Не. Лучше пусть валяется обосранным, но хотя бы вот понятно, что будет. Я хотя бы там уберусь утром, и будет ясно. То есть на самом деле всё очень просто. Люди просто настолько не умеют понимать, что стоит. Ну тут я же не сказал каких-то жёстких, сложных алгоритмов. Это же всё время раз, два, два вопроса. А что ты будешь думать, если ты расстанешься, чего ты боишься, а что будет, а что было бы, и так далее. И всё становится на свои места. Но люди так научились сами себе объяснять собственную неспособность принятия решения, собственную неспособность выносить неопределённость. научились оправдывать собственные бездействия, собственные страхи. И они назвали это «бьёт, значит, любит». Это любовь. С восьмым перелосом телести сказала она. Я просто сильная женщина. Да, это судьба. Судьбинушка русская. Да. А как иначе? Доля бабья, да. Все сняются, слюбятся. Конечно, все случаи разные. И мы не можем обобщать всё, да, но вот в целом, в целом, картина с точки зрения психологии, это вот это. И то, что ты сказала, это вопрос выбора. И то, что, скорее всего, ты приводила в пример, это такая история, ты же сама выбираешь продолжать это. Ты же можешь уйти в любой момент. А она говорит, нет, не могу. Это же почему? И начинается вот эта вот опять палитра обоснований. У нас дети, у нас ипотека, я сильная женщина. Очень часто в синдроме жены-алкоголика возникает созависимость. Всегда, наверное. Да, когда она начинает как бы вроде как и страдать, а вроде как и нет. Тут же есть огромная такая вторичная выгода. Во-первых, очень часто эти женщины с таким вот багажом, прямо скажем, тяжелым, а ее очень часто, кстати, если ты заметил, добиваются каких-то впечатляющих успехов, потому что ей надо его кредиты закрыть, ей надо его косяки разлюлить, ей надо там правильные связи завязать, чтобы тут в полиции из его выкупить то, и все, пятое, десятое. Реально эти женщины часто с таким багажом, он их стимулирует, как бы это ни парадоксально звучало, подниматься. Так бы она жила себе и жила, и растила бы детишек. А тут ей надо то, ей надо все, ей надо все. И она действительно очень часто поднимается. Вот у меня есть такая знакомая, да, там 30 лет с таким вот алкоголиком, который там свой бизнес там пропивал, пропивал, пропил, пропил, зато у нее, она поняла, что он сейчас все потеряет, она построила свой бизнес, она построила на 500 квадратов дом, то есть она реально поднялась, потому что ей надо было закрывать его косяки, и попутно еще хотелось жить, хорошо, это первое. Второе, очень часто этими женщинами люди восхищаются, особенно на фоне никчемного мужа, и говорят, о боже, какая богиня, великомучая, святая женщина, эллигарха, ей бы вот хорошую... В избу войдет. Да, 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 вот она же в избу ходит постоянно, регулярно, на постоянной основе, кони все просто ее увидят, боятся, останавливаются сами, да, и может быть многие женщины также не могут отказаться от этого кайфа, быть великомученицей, да, такой спасительницей, загубленной души, он без меня, бедненький, пропадет. Вот кто из наших зрителей сейчас догадается, что вот так вот литературно объяснила сейчас Виктория. Вот я хочу, чтобы они подумали. Подумайте. Вы за этим ходите на тренинги, вы платите кучу денег, вы пишете в Инстаграме и в социальных сетях, куча всяких мемов, куча всяких блогов посвящено одному слову, после которого идет слово успех. Ты сейчас говорила об успехе, да, вот это... Но Виктория сейчас вам изнутри, даже сама не догадываясь, скорее всего, рассказала о главной вещи. О чем? Мотивации. Конечно. А что на самом деле мотивация, за которой вы все бегаете, это квинтесенция необходимости. И вот Виктория просто из общего примера вывела формулу мотивации. Поставь себя в ситуацию, где у тебя будет крайне необходимость действовать, у тебя будет мотивация, и ты добьешься результатов. Вот вам, пожалуйста, пример. То есть, хорошо, перекладывая, да, чтобы замотивировать мужчину. Так у них такие мужики, может быть, бессознательные являются мотивацией к достижению результатов. Если бы он был у нее хороший, покладистый и так далее, он сказал, ну, нафиг мне делать, и было бы все вяло текущее. А так у нее, он создает ей постоянный геморрой, мотивируя ее на определенные действия, конечно, она достигает, это классика жанра. И что вы все платите по полтиннику, за что такое мотивация, мотивация, мотивируйте меня. Поставь себя в ситуацию, где у тебя должна быть полностью квинтесенция необходимости. Если ты зарабатываешь миллион, а тебе надо построить, я не знаю, там, стадион за миллион, за миллион пятьсот, то у тебя пятьсот не хватает, как минимум. Вот тебе мотивация. Если у тебя то, что ты можешь потратить, то, что ты хочешь, будет равно, у тебя не будет мотивации. Если тебя все устраивает, у тебя не будет мотивации. Поэтому единственная формула мотивации это кинтесенция необходимости. Создай необходимость. Хорошо. А как, чтобы сработало в обратную сторону? Потому что сейчас очень популярный женский запрос, как заставить моего мужика, как замотивиться, прости, не заставить, замотивировать, конечно же, мужика поднять жопу с дивана и что-то сделать. Там, денег заработать, кредит отдать. Что, если я, хорошая девочка, вдруг уйду, а все тяжкие скажу, долбим кокаин. Давайте, сквирт, все, погнали. Забирай меня. Я бухаю в каком-то, не знаю, каком клубе. Сейчас геолокацию пришлю. А, это не мой телефон. Трусы мои, где я никто не видел. А замотивирует ли это мужчину немного шевелить батонами? Я пока вас ждал. Я сидел в конфе и обедал. И у меня была трансляция в инстаграме. И там женщина одна пишет, как культурно и нежно, мне понравилось слово нежно, намекнуть мужчине на то, что нужны серьезные отношения. Я ее перефразирую. Я говорю, вы только что у меня спросили, как мне эту суку заставить сделать так, как я хочу. серьезные отношения нужны ей. У нее есть свое понятие о серьезности отношений. И ей надо просто его как бы манипулятивно к этому привести. Наклонить так, как она хочет. Поэтому то, что ты спрашиваешь ты, это из той же истории. Почему-то у наших вот женщин, в этом смысле, в том контексте, в котором ты спрашиваешь, есть такое убеждение, что есть какие-то техники, тренинги, какие-то вот анальные чакры, которые надо открыть, которые будут способствовать принятию кем-то третьего решения. Ну, простите, если человек не хочет, у него есть на это свои обоснования, он имеет на это право. Хорошо, если человек колеблется, сомневается, зачем тебе его подтягивать к какому-то своему выбору. Если ты это сделаешь, то очень великий риск, что он потом тебя же обвинит со словами «Да я вообще не хотел». Вообще, вот если перейти от психологии к метафизике и немножечко к эзотерике, то во Вселенной есть один главный закон. Закон неприкосновенной воли. Ты не можешь заставить человека выбирать так вести себя или так. Он должен сам принимать решения. А мы почему-то стараемся всех куда-то вот направить. Как правильно сказала одна моя знакомая, что это за рэкет такой? Пожалуйста, не надо манипулировать и кого-то куда-то давить. научитесь разговаривать. Люди вообще разучились разговаривать. Ну хорошо, давай так, как не попасть в эти адские отношения, где ты сильнее все тащишь, а он лежит овощем на диване? Потому что многие говорят, что оба этому способствуют. Я думала сегодня, когда к тебе ехала, как формируется как формируется этот ущербный паттерн. Вот девочки, знаешь, они потом уже доходят до паранойи, например, один раз выйдя из этих отношений и боясь, что следующие будут такие же, они доходят до паранойи и думают, господи, уже лишний шаг право, шаг влево. Вдруг я ему первая позвоню и все, он сразу расслабится и не будет больше меня добиваться. Вдруг я там ему первая напишу ВКонтакте, все, он сразу расслабится и ляжет. То есть вот уже начинается какой-то, параноический страх, что малейший я там в кафе за себя заплачу, все, он сразу расслабится и уйдет с работы. Ну вот давай, откуда берется этот паттерн? Где вот эта точка невозврата? Что женщина делает не так, что мужчина вдруг и расслабился? Женщина с Покон веков была мотивацией для нормального мужчины. В стандартных, классических, таких вот психологических аспектах женщина была причинами войн, люди вставали между там кланы Ромео Джульетта, Троя, куча примеров в истории, где женщины были мотивацией как ярко выраженной, так и косвенно. Да и сейчас далеко ходить не надо, да, как бы многие девушки являются мотивацией, поэтому когда ты говоришь о том, что мужчина валяется на диване, ничего не делает и так далее, говорит о том, что девушка не стала мотивацией. А как стать для мужчины мотивацией? Вот, и вот здесь возникает много нюансов, которые вообще можно отдельный тренинг посвящать, как стать мотивацией для моего мужчины, это прям на весь день, если честно. Давайте, ребята, кто хочет такой тренинг, ставьте лайк, давай сколько, наберем 5000 лайков и мутим тренинг. Двоем? Да. Давай. Все, да, если это видео набирает 5000 лайков, мы мутим тренинг, как стать мотивацией, музой, вдохновительной цели. но если говорить общими мазками, то там много факторов, и физиологические, ну я имею ввиду, телесные, и эмоционально-волевой, но сейчас об этом даже можем не говорить, давай перефразируем, что я делаю такого, что я становлюсь демотиватором для своего мужчины? Ответ, ты делаешь за него все, либо ты делаешь за него все, либо ты с него не спрашиваешь. Но если тебе достаточно 25 тысяч до зарплаты и доширак утром и вечером, и ты говоришь, ну да, что у нас вот такой городок, ну да, ну да, ну да, ну да, ну а тогда что ты хочешь? Первое. Второе. Чувство самодостаточности. Что достаточно этой женщине? Если достаточно, что он бухает по выходным и ссыться в кровать, она считает это нормальным, что она хочет? То есть все зависит от внутренних аспектов самой развитой женщины, от ее планок, от ее понятия семьи, от ее понятия, то есть сначала женщина воспитывает свои внутренние планки, плавно поднимая норму согласно ее внутренней самооценке. Исходя из этих планок, мужчина будет понимать, кто перед ним. И тянет он или нет. Да, и так женщина и будет получать успешные результаты, потому что если у нее планка, простите, но как бы вот здесь, о какой мотивации и о каких результатах идет речь, когда, давай, все обсуждают современных фотоняшек, и так далее, почему у них возникает вокруг них такие вот иногда состоятельные мужчины? Не потому, что она гениальна, не потому, что у нее попа такая, а потому, что у нее есть определенные потребности, у нее есть определенные планки, так или иначе. У нее есть определенный цельник. У кого-то да, но большинство мужчин, когда видят такую девушку, даже если она говорит, да мне нафиг эти деньги не нужны, да эти квартиры, но она выглядит и ведет себя достойным образом, мужчина сам говорит, я вот для этой девушки хочу вот таких планок, я хочу, чтобы ее жизнь была вот такой. Поэтому девушки сами себя ведут определенным образом и потом к ним еще так и относятся. Слушай, а многим девушкам хорошим таким, знаешь, девочкам воспитанным вот таким вот, им очень обидно, что какая-то там шкура, блин, получает Михаи бриллиант, а я получаю, блин, три гвоздички раз в год в лучшем случае, и как бы, я им думаю, что, я должна быть такой же продажной силиконовой шкурой с большим инстаграмом, понимаешь, они не чувствуют, в чем достоинство, да, в чем вот это мое цель. Там дело не в инстаграме. Этим девочкам я бы порекомендовал бы понять одну простую вещь, что вот эти, как ты говоришь, шкуры из инстаграма делают одну простую вещь, которую вот эти хорошие, начитанные девочки не делают. Это действие. Вот эта девочка из инстаграма будет искать, встречаться, подбирать слова, заниматься собой, произойти впечатление, демонстрировать себя. И главное сливать, если она видит, что мужчина не тянет планку, я не буду его составлять. И в этом активном поиске она так или иначе найдет. А вот эта девочка с тремя высшими образованиями, которая сидит дома ждуном, о каком результате идет речь? Поэтому результат меряется только объемом ваших действий, а не вашим цветом вашего диплома. Вы можете знать французский, арабский, английский и в совершенстве, но если вы сидите дома, что получится? Это как это, знаешь, ты хочешь новых отношений, новой жизни, сиди дома? Да. Как это вообще? А на вопрос о прокрастинации и бездействии возникает опять ответ, а почему ты боишься действовать? Ответ, если я начну действовать и знакомиться и как бы пытаться начать какие-то отношения, я что, шлюха? Нет. Я говорю, окей, тогда ты что хочешь? Ну, он должен сам как-то найти меня, мы должны, у них есть такое понятие, как-то само, но не как вот они. Они сами себе противоречат, а потом сами еще и страдают. Есть такое. Поэтому они просто не действуют, мотивируя это своими убеждениями, а у тех девочек, о которых ты говоришь, таких убеждений нету. Не факт, что она проститутка, у них просто нет таких, она говорит, меня пригласили на ужин там в Пушкин. Вот эта девочка скажет, я что, шлюха на первом свидании? Меня пригласили на ужин в Монако, он сказал, я сейчас в Монако лечу по делам, полетели. Ну, не потому что ты шкура, а потому что... А я рассказывал в нашем ролике пример одной моей клиентки, которая свадьба была в Монако как раз. Там была история с неврозом, с паническими атаками и с ВСД, но это не столь важно. На выходе что получилось? Мы работали с убеждениями как раз. И она была без работы, у нее были последние там деньги, и она мне потом уже рассказывает постфактум, как этот алгоритм развивался. Аня говорит, я сижу дома, звонит мне подруга, и говорит, слушай, Ань, пойдем там в кафе, посидим, поболтаем. Она говорит, я сначала по старинке подумала, думаю, кафе, сейчас все будут смотреть, ну чего я там как продажное буду сидеть, потом тебя, говорит, вспомнила, с чего я взяла, что я знаю, что они будут думать, да кому это нужно, и так далее. И пошла. Пошла. Сидят они в кафе, значит, пьют чай, курят кальян, там, неважно, и встречает ее подруга, друга за соседним столиком с друзьями. И ее друг подходит к ним, ознакомится, говорит, пойдемте к нам, ну, к нам за столик. И моя клиентка говорит, я тогда сказала, блин, сейчас точно как шлюха буду себя вести, черт побери, ну как же это так, ну блин, это же так ужасно, вспомнила тебя, а с чего я взяла? Да это же просто разговор, что такое, пошла. Сидят, болтают, завозится какой-то разговор, и один из мужчин, который сидел за столом, говорит, мы там открыли какой-то магазин и ищут администратора, а моя клиентка была без работы, она искала на Суперджебе там эту работу себе. И она говорит, у меня такая мысль сказать, что я ищу работу администратора, мы не сказать. Скажу, подумаю, что навязываюсь, вспомнила тебя, с чего бы это вдруг, и сказала. Он говорит, о, классно, позвонив в понедельник администратору назначить собеседование. Сидит дома, думает, звонить, не звонить, ну блин, как-то не туда, позвонила, приехала, прошла собеседование, начала работать, дальше веселее, уже плюс. Работает, прошел, там испытательный срок, и где-то через несколько месяцев приходит мужчина, клиента, заказывает большой заказ под ремонт его, ну дачи какой-то, и он ее видит. И он потом приходит ей букет с цветами и с плюшевым медвежонком. Она говорит, ну я что, шлюха, ну как это так, и он говорит, давайте выпьем чашку кофе, вы не подумайте ничего плохого. Старый паттерн, я что, продажная, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Она говорит, ну интересный мужчина, он там старше ее, там на 15 лет, пойду выпить чай. Тем более он не квазимодэй интересный. Она говорит, я с ним разговорилась, он там три языка, Италия, на-на-на-на-на-на, присылает мне фотку со свадьбы. Всё, вот простая история, ванильная, может быть невероятная, но я хочу, чтобы вы поняли, что вот эти ваши убеждения, и это к вопросу сильным независимым, они вам умешают и к вопросу о том, что они там тащат. Поэтому, когда вы говорите нет или это не так, подумайте о том, что стоит, какие убеждения стоят за тем, что вы делаете. Поэтому именно убеждение, именно форма мышления является препятствием к вашему развитию, изменениям или принятию решений. И вы потом мучаетесь, обвиняя в этом государство, Васю, Петю, Иванову, Сидорову, но только не себя. Да, я бы хотела сказать, что чтобы получить какой-то новый результат, вот когда вы уже устали от танцев на граблях, вам всякое надо попробовать действовать как-то по-другому. Ну невозможно действовать всё время одинаково и получить какой-то новый результат. Вот устали от этого замкнутого круга, хотите по-другому, пробуйте по-другому. Даже если вы ошибётесь, если эти действия будут непродуманные, глупые, вам хоть будет что внукам рассказать, помимо истории, что с дедушкой, прадедушкой, с первым мужем и с пятым мужем было одно и то же, он сался, я всё тащила на себе. Выплатил ипотеку, всё, я умерла. Поэтому, если хотите жить интересно, пробуйте действовать по-разному. Примирайте на себя разные модели поведения, как платье, это же ни к чему вас не обязывает, это ничем вам на самом деле не угрожает. Это прикольно. Совершенно верно. А чтобы начать действовать по-новому, надо начать думать по-новому. Точно. Потому что пока вы будете считать себя шлюхой за то, что вы пошли на свидание или за то, что вы начнёте как-то действовать, вы по-новому действовать не сможете. То есть сначала форма вашей интерпретации, затем новое поведение. Вы не сможете просто вести себя по-новому, думая по-старому. Если ты такая умная, если твои убеждения такие классные, непробиваемые и правильно социально выверенные, что ты так страдаешь и мучаешься? Если ты понимаешь, что тебе одиноко, грустно, тоскливо, печально, и ты устала, и продолжаешь вести себя так, значит, ты, а, так выбираешь, и, б, на это есть какие-то твои выборы и твои убеждения. Подвергни их сомнению. Они не хотят подвергать сомнению собственной привычке понимать мир так. Но иногда прочитанная случайная книга в такси, статья заставляет вас просто посмотреть на традиционные вещи чуть-чуть по-новому, а это новое даст действие новому, а новые действия дадут новый результат. Так что используйте силу только там, где она вам реально нужна. А так приучайтесь жить легко, мыслить легко, действовать легко, меняться легко. И ставьте нам лайк тоже легко. Да, спасибо. Подписывайтесь на наши каналы, пожалуйста, и мы вас очень любим.